Смотрите, смотрите, Крайз Мур. Всем привет! На дворе 2015 год, геи женятся, люди устанавливают солнечные батареи у себя в домах, в России начали выпускать Oreo по какой-то цене не миллион долларов, мир становится лучше. Но если вы иллюстратор, у вас скорее всего нет времени радоваться этим прекрасным вещам, потому что какой-то мудак опять с**нул вашу картинку, налепил там усы и свой копирай. Привет, меня зовут Ника, я иллюстратор, и мы с моими друзьями в последнее время так сильно жарим жопой по этой теме, что я решила сделать видео, в котором я постараюсь как можно более чётко сказать, что можно и что нельзя делать с картинками. На другие сферы эти правила тоже, наверное, можно будет попробовать распространить, но я буду говорить о иллюстрациях, комиксах и мультиках. Google говорит нам, что авторские права — это совокупность прав автора, правообладателя, карпиона... Окей, объектом авторского права является произведение живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения, ну вы поняли, в том числе персонажи. Насколько это всё важно нам для разговора? В принципе, для кого-то важно, для кого-то нет, потому что мы живём в такое сказочное время, когда легальность и легитимность — это два совершенно разных понятия, и некоторые законы тупые, некоторые законы нормальные. Многие люди, в принципе, говорят законом факте, особенно, когда дело касается иллюстрации и интернета. Поэтому я не буду вам говорить, что законно и что незаконно, и когда нужно орать, я подам на тебя в суд. Я, как представитель индустрии, буду говорить, что можно и что нельзя делать, и всех несогласных буду банить. Итак, у нас есть картинка Пёси. Пёси — это мой персонаж, картинка — это моя. Чтобы никого не осталось сомнений, на ней стоит копирайт. Никсель-пиксель и даже в год написан. Теперь, если эта картинка отправится путешествовать по сети, то любой человек, которому она понравится, может узнать, кто её нарисовал и прийти ко мне, отдать мне кучу денег и сказать спасибо. Что делать нельзя? Нельзя стирать копирайт. Копирайт — это часть рисунка. Всё вот это — это моё творение. Моё. Мой копирайт и мой рисунок. И ничего с ним делать нельзя. И стирать копирайт нельзя. И знаете, что ещё нельзя стирать? Ничего нельзя стирать. Подрисовывать тоже нельзя. Никак менять вот это всё нельзя, потому что это моё. Поскольку это всё моё, то всю прибыль, которую может принести этот рисунок, она тоже моя. Это значит, что нельзя брать эту картинку и с её помощью зарабатывать деньги. Моя картинка — мои деньги. Капищ. Также нельзя брать вот этого персонажа и зарабатывать с помощью него деньги, потому что этот персонаж мой. Вы не можете взять этого персонажа, нарисовать его в своём стиле, сделать с ним наклеечки и продавать на фестивале. Вы не можете без спроса зарабатывать деньги на чужом. Если это простая мысль, вам не понятно, то я хочу, чтобы вы *** хотите с помощью чужого зарабатывать деньги, покупайте права. Заказывайте картинки, платите деньги, бллллллл. Нельзя срисовать рисунок или персонажа и не писать, откуда это срисовано, чьё это и что это вообще срисовано. Если вы ничего этого не пишете, то предполагается, что это ваше. Единственная нормальная причина срисовывать — это тренировать руку и развивать технику. Независимо от ваших интенций, тренировка это или evil какой-то mastermind scheme, срисование это плагиат, это копирование. И без ссылок на автора этого делать нельзя. Желательно прямо на рисунке написать. Срисован у, там, Сальвадор Дали, у Никтин Пиксель. Если вы срисовали какого-то персонажа, и персонаж какой-то известный, то можно написать просто именно персонажа. Главное, чтобы было понятно, что это придумали не вы. Лень все это делать, не выкладывайте то, что срисовывали. Зарисуйте стол. Нельзя ставить копирайт чужого человека на работе, которую он не рисовал. Копирайт — это личная подпись автора. Только автор ставит свой копирайт на чем-то, что он сделал. Я несколько раз видела уже, как люди рисовали мне фан-арт, и внизу писали никсель-пиксель без собственной подписи. И я такая, стоп. Нет, я не рисовала этого, не надо ставить мою подпись. Это неправильно. Не надо косить под другого автора. Если вы действительно классно косите под другого автора, то все посмотрят на ваш рисунок и скажут, о, это нарисовал тот чувак. И ты такой, нет, это я нарисовал. Ну, нет, это не ты нарисовал, потому что это его стиль, и люди знают его по этому стилю. Или автор посмотрит на этот рисунок и скажет, а почему здесь нарисовано убийство животных? Я, типа, против убийства животных, а ты теперь нарисовал убийство животных, и теперь все думают, что я за убийство животных. Какой хрен, чувак? Нельзя копировать рисунки и нельзя косить под других. Мой стиль, это мое. Все, мое. Нельзя. Если вы хотите тренироваться, прекрасно, делайте ссылки, объясняйтесь. Нельзя брать картинки и вставлять их в статьи без разрешения. Блин, если вы издание, алло, это не личное пользование. Я не очень хочу проснуться и увидеть свою картинку с песик в какой-нибудь гомофобной статье на госе. Что можно делать, если картинка находится в свободном доступе, и она не сделана для кого-то конкретного, о чем авторы всегда очень четко пишут и дают понять, то с ней можно делать все, что угодно в личных целях. Можно сделать футболку для своей мамы на Новый год. Можно обклеить всю свою комнату этой картинкой. Можно напечатать ее и подарить другу на день рождения. Можно поставить себе на аватарку, вставить в личный блог. Можно делать все, что угодно, поэтому не делая ничего, о чем я сказала ранее. Второе. Рисовать фан-арт. Рисовать фан-арт можно и нужно, и это очень круто. Я обожаю фан-арт. Лучше фан-арта нет ничего на свете. Если я просыпаюсь в плохом настроении, я телефон открываю, у меня на будильнике написано «Помню о том, что существует фан-арт». Мне сразу так хорошо. Я звоню маме и говорю «Мам, у меня так плохое настроение, у меня наработка — это фигня». И мама говорит «Слушай, да, мама, фан-арт». И мне это сразу так хорошо. Рисуйте персонажей, пишите. Это пёс Аникси Питси. Это Би Наташа Аллегри. Это Стивен Юниверс и этой Ребекки Шугар. Вот что нельзя делать фан-артам — это монетизировать его, то есть зарабатывать с помощью его деньги. Почему? Я вам объяснила ранее. Потому что это чужие персонажи, и вы не можете зарабатывать с помощью их никакие деньги. Это неправильно, так делают многие люди, и это очень плохо. Это не ваше, и у вас нет никаких прав на это. Капище. Компонуйте стили. Все постоянно спрашивают, как найти свой стиль. Им все говорят «Крадите, крадите». И люди неправильно понимают это, что нужно красть. Нет, не нужно красть. Эта фраза означает, что вам нужно расширять свой кругозор, вам нужно следить за миллионом разных иллюстраторов, вам нужно анализировать стиль каждого. Потому что ваши работы, они в любом случае будут продуктом всего того, что повлияло на вас. И если это будет много разных иллюстраторов, то вы не будете копировать какого-то одного человека, вы не будете красть, вы будете создавать что-то новое, некую сборную солянку, которая сформировалась под влиянием кучи людей. И это правильно, это нормально, это круто. Анализируйте. Думайте, у этого чувака мне нравятся уши, у этого чувака мне нравятся значки, зрачки, у этого чувака мне нравятся, не знаю, линии. Постоянно пробуйте и компилируйте, компилируйте, компонуйте, и в итоге у вас будет получаться что-то свое. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Пришлите или перескажите его тем, кто явно попутал понятия. Может быть, мир станет лучшим, и иллюстраторы по всему миру перестанут дергаться в нервных конвульсиях, и просто станут плакать от того, какой вы умный, образованный и приятный человек. Такой умный, такой образованный. Увидимся в следующем видео. Если вы новенький, подписывайтесь на мой канал. Я снимаю всякие штуки, видео, я вижу, как какой-то человек шагает очень веселым шагом. Пока! Продолжение следует...